здравствуйте уважаемые зрители с вами проект белорусский авиадневник и сегодня мы находимся в городе пинске город славится своей авиационной историей здесь свое время базировалась военная авиация гражданская авиация имелся свой аэропорт в советское время сюда можно было прилететь на самолете из других городов беларуси из других республик советского союза в 90-е годы аэропорт пришел в упадок пассажирские рейсы перестали выполняться позже сюда перестал летать и сельскохозяйственная авиация однако несмотря на все это город имеет свою богатую авиационную историю сейчас мы находимся в парке культуры а точнее на площадке военной техники здесь расположены различные танки самоходные установки пушки которые вы можете вот наблюдать за моей спиной однако нас здесь привлек немного другой экспонат конкретный самолет су-27 самолеты су-27 беларуси появились в 1991 году первые партия пришла в апреле 91 года и они были переданы на вооружение 61-му истребительному авиационному полку в город барановичи позже когда советскую распался самолеты перешли на вооружение ввс республики беларусь перед нами самолет су-27 п который пришел именно в апреле 1991 91 года то есть это самолет из первой партии передны прямо с завода самолеты продолжали находиться на вооружении в беларуси до 2012 года позже они начали передаваться в различные музеи в 2014 году самолет су-27 п был передан в музей авиационной техники минского аэроклуба достав позже свои самолеты появились в могилевском аэроклубе витебском аэроклубе в сено на родине павла осиповича сухого в городе глубоком а также самолет передали в город пинск и баранович этот самолет доставили сюда в октябре 2018 года первоначально этот самолет имел бортовой номер 30 позже ориентировочно 2003 году ему присвоили номер 36 черный когда самолеты стали списывать постепенно постепенно этот самолет некоторое время находился в городе баранович и позже был частично разокомплектован и перевезен уже в город пинск несомненным плюсом этого самолета является то что на нем сохранена его оригинальная краска то есть самолет в принципе выглядит так как он выглядел еще в то время как бороздил просторы белорусского неба но с течением времени краска части частично сгорает и уже виден металл самолета то есть он имеет несколько неухоженный конечно вид но с другой стороны это и плюс потому что можно разглядеть различные элементы этого самолета вот допустим очень хорошо что на самолете сохранились технические надписи то есть видите все технические надписи здесь есть на самолете закрыли створки шасси то есть вот эта створка в положении на земле должна быть открыта на памятнике и закрыли то же самое сделали с основными створками шасси то есть они также закрыты здесь виден начало канала воздухозаборника но здесь ставили вот такие вот неоригинальные уголки для того чтобы закрыть весь канал также на самолете частично сохранились пилоны вот смотрите вот здесь вот сохранился пилон часть пилона здесь еще один пилон отсутствует видны только крепления где пилон устанавливался самого пилона нет в основании самолета снизу есть табличка которая запрещает нахождение за вот этой вот цепочкой которая здесь расположена это предназначено для того чтобы экспонат находился в более сохранном виде еще одним плюсом а вот этого самолета конкретно этого памятника можно отметить то что под стойками шасси есть специальные подставки которые разгружают пневматик колеса это позволяет избежать того что колесо со временем спустится то есть вся нагрузка переходит на вот эти вот крепления то же самое есть и на основных стойках вот если глянуть здесь есть специальные подставки что тоже меня удивило здесь на самолете сохранены двигатели то есть если посмотреть во первых видно видны сопла двигателей если подойти со стороны хвостовой части и заглянуть в сам двигатель видно то что он там остался обычно на памятнике самолеты передают без них ну здесь передали уже с двигателями также на самолете отсутствуют пилоны между каналами воздухозаборников их также сняли и на этом самолете демонтирована кабина пилотов если самолет передают музей обычно стараются кабину сохранить для памятника она в принципе не нужна то есть у вандалов будет меньше соблазна разбить кабину и как-то демонтировать оттуда оставшееся оборудование вообще самолет су-27 белоруссии еще известен тем что на таком же самолете в свое время разбился летчик владимир карват в 1996 году у самолета частично отказала управление летчик боролся с малоуправляемым самолетом не успел катапультироваться но увел самолет от населенного пункта и летчику кровату было впервые беларуси присвоено звание герой беларуси вот вообще здесь очень живописное место очень красивое место если у вас есть возможность мы рекомендуем вам побывать в этом месте посмотреть самолет посмотреть другую военную технику также несомненным плюсом вот это вот площадке является то что здесь рядом расположена река есть еще памятник катеру то есть кто интересуется техникой здесь есть очень много возможностей посмотреть различные ее виды а с вами был канал белорусский веденик большое спасибо за внимание